Субтитры сделал DimaTorzok Не зря швёз Поехали Маленькая IT-бородка, она же IT-борода И мы разговариваем с людьми, интересными людьми, которые осмелились Рассказать свою историю о том, как они попали в IT Зачем они вообще туда шли и кем они были до IT Он в очках такой раздился сразу, чувак Асоциальный такой И сразу умный, асоциальный, и сразу ходит, с макбуком такой С айфоном, чёрт Обычные люди к нам приходят, поэтому мы с этими обычными людьми разговариваем Сегодня в гостях у нас Игорь Игорь, кто ты такой? Я даже не знаю, войти ли я Можешь рассказать Ну я тебе лучше расскажу вам Ну скажем так, я занимался бизнесом раньше Занимался бизнесом, в принципе, на нормальном уровне, своим бизнесом Со скольки лет ты занимался со своим бизнесом? Ну если так тебе сказать, ну с боем где-то с лет 22, наверное Ну 23, может быть Ну 22, 23 Расскажи, что именно Мутин Ну давай так, в те времена оказаться за одним столом С двумя незнакомыми людьми и под камерами Это было очень, 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 скажу так, плохая примета Потому что, да, то есть это было начало 2000-х, конец 90-х То есть бизнесы были разные, законы были слегка другие Поэтому было много Ну я скажу так, это были финансы Это были, это было, скажем так, консультирование Это были настройка финансовых потоков Это была финансовая логистика Это была проработка бизнес-схемы и так далее и тому подобное А сколько тебе, простите, сейчас, чтобы зритель понимал? 42 42 года Ну хороший стаж, хороший стаж А вот как долго ты в IT? Ну так примерно Я не знаю, я в IT или нет Потому что я, в принципе, разговариваю с айтишниками Помогаю айтишникам Я не кожу вообще Ну если надо, могу, конечно, этим зацениться Ну на Excel, ты сам видел, я и дизайн делаю, если надо Да, он меня удивил Я вообще понимаю, у тебя что не имеет Ну смотри, условно Игорь говорит, он типа вне IT, но он два года занимается IT-проектами Поставьте на паузу и напишите в комментариях, кто же такой Игорь Попробуйте указать Скажем так Мой первый, так сказать Я даже могу сказать Пробой пера И пробой Покодить что-то Это когда один мой Знакомый хороший Говорит На тебе видеокарту А это да, все же майнили Это же хайп такой Вот на тебе видеокарту, на тебе старый компьютер, собери майнеры Говорит, ты рубанулся, где я и где это все Говорит, ну я знаю, где ты можешь И самое прикольное Что на том железе, на который эта видеокарта в принципе не должна была стать Он замайнил Я поставил Ubuntu Сам поставил Ubuntu голую Сам ее настроил Ну правда это ушло у меня Ну пускай там посмеются По-моему недели две Вот Но я ее запустил эту карту И для меня ушло бы Недели две Ну значит я Я не так потерян для общества Ну да То есть я ее запустил И слава богу Мы не начали там На этой карте майнить Потому что это было бы бесполезно в принципе Но вот опыт такой То есть писал, читал, писал Я не знаю на чем я там писал Но какие-то буквочки, цитерки Что-то там Даже в конце концов Что-то уже понимать Начал Что написать И что он сделает Ну это вот Мой максимальный Этот сказать Уровень Этого Кодзера Как попал Пришел ко мне Мой знакомый И говорит Хотим сделать Бизнес Отлично Знакомый не Егор? Егор, Егор Да Приходит И говорит Хочу сделать Бизнес Красавец Молодец Делай Бизнес Он должен иметь название Приносить какие-то деньги Ну ты должен что-то сделать Чтобы это был бизнес Написать Код Это не бизнес Ну Хоть ты убейся Программисты Дуют иначе Вот в этом-то и вся проблема Это все бизнесмены В этом вся и проблема Они думают Что он написал 20 страниц текста Да И пипец Лев Толстой Понимаешь Мы сейчас должны Подавать Быстренько Авторские права Там должны все это Все Он уже гений Просто Если это кто-то еще и понимает То это вообще просто Бомба Оказывается Это не так И пришел Он сказал Я хочу Вот У него появился Автомобиль А с автомобилем Всегда Появляются Проблемы То есть Его же надо Не только Заправлять Понимаешь Там есть еще Много Деталей Которые Вращаются Крутятся Ломаются Стираются И Я так думаю Что Я как Вошел Больше в эту IT-тусовку Я понял Что у многих Программистов Нету Кнопки Ктрел Альдел Понимаешь Вот нету Их там Чтобы Автомобиль Перегрузился И Где-то там Полазил И он Раз Отремонтировался Поменял Где-то Что-то Раз Обратно Как новый Верстка Не помогает Фронтенд Не помогает Бэкенд Не помогает Нету кнопок Нету Там Клавиатуры Надо Искать Тех Людей Которые Как вы Говорите Скоро Должен Заменить Интеллект Которые Вот так Вот В масле По локсе И Вот так По пояс Которые Будут Это все Делать Вот И он Решил Сказать Что Как их Найти Хороших Вот Он Биржа Для СТО Да На что Я Я так Сказать Ну Я-то Занимался Бизнесом То есть Я занимался Большими Стройками То есть Это Опять-таки То есть Ну Не Ремонты В доме Это Дома Большие Я вот подумал А ты В университете Учился Вообще Там Было Неинтересно Не Я тебе скажу Откровенно То есть Я Поступил В Политех Потому что Ну Мне ближе Инженерные Вещи То есть Экономика Если Ну Все Кто Хотят Сейчас Пойти На экономику И те Кто у нас Сейчас Экономикой Занимаются Те Кто Закончил Экономические Там Всякие Специальности Предлагаю Просто Посмотреть Требования К Поступающим На Технические Специальности И На Экономику Баллы Как Совпадают Когда Мой Родной Сын Говорит Я пойду На Экономику Я на него Посмотрел Сказал Я не думал Что ты у меня Такой Неудачник Ты посмотри Какие Там Баллы 63 70 Понятно Почему У нас Такая Беда С Экономикой Упс Упс То есть На Учителя Физики Пойти Или Математики А можно Просто На Учителя Пойти Владших Классов Вопрос В том Что Если Брать По Образованию Не важно Какое У тебя Образование Важно Как Ты его Используешь Упс Да То есть Согласен 100% То есть Здесь Что интересно На то и изучаешь Я поступил В политех Ну опять Таки Экономика И управление На предприятиях Машиностроения Но Инженерии У нас Было Достаточно И когда У нас Началась Экономика Когда Начали Преподавать Кенсеанство Когда Я понял Что Я задаю Вопросы Потому Что Я в то Время Я с 18 лет Пошел Моя Первая Работа Я был Зам Начальником Валютного Отдела В одной Из крупных Дилинговых Компаний В Беларуси 18 лет Вот Так Получилось У меня уже Было Бухгалтерское Образование Бухгалтером Я ни разу Не работаю Но Мне Нужно Было Чисто Для Понимания Для понимания Процесса Как устроена Эта Математика Математику И физику И геометрию Я в школе Обожал Любил И люблю И сейчас Подожди Я подумал Многие послушали Черт Нам Мы Где-то Либо Старше 18 Либо Там Около Да И Они Дай Блин Первая работа Неплохая Как Первое Собеседование Прошло Как ты Прошел Первое Собеседование Меня брали Меня брали Чисто Как Кассира В обменный Пункт Я прошел Обучение Касса целая Можно было С улицы прийти Я хочу В кассе сидеть Тебе говорят Вот все деньги Меняй Ну в принципе Плюс-минус Это 90-е годы Родной Ты что Ты пошел Рынок Стал Рядышком Если у тебя Есть хорошая Кожаная Куртка И пару Сотен Долг По тем Временам 95-96 Пару Сотен Долг Это Ну как Ваша Зарплата Сейчас По сравнению Со всем Остальным Ты Если Там Плюс-минус У тебя Еще есть Кожаная Куртка Если Ты знаешь Пару Пацанов У которых Слегка Побольше У которых Размер Этих Курток Больше То нормально Ты мог И без Кассового Аппарата Саниматься Этой Деятельностью Обменом Я имею Валют Я прошел Обучение Они посмотрели Что действительно Человек с математикой Нормально Дружит Причем Знает Плюс-минус Бухгалтерию То есть А там Вся работа Была Бумажная Тогда Был Самый Продвинутый Windows 3.1 Не было Телеграм-ботов Были Пейджеры Я думаю Кто-нибудь Еще Знает Что это Такое Магнит Могут Быть Маленькие Люди Которые Не знают Загуглите Поржете Они Не только Текстовые Текстовые Было Круто Только Цитран А я Никогда Не видел У него Вейджер У меня Еще 5 штук Где-то Валяется У меня Дети С ними Играют Был Вейджер Я был В школе А был Еще Такой Очень Мало Стало Это Был Еще Твейджер Твейджер Это Такая Херня Вот вы Сейчас Смс Пишите У вас Целый Смартфон Для Этого Мы И пишем Смс Все Мы Я Очень Не люблю Мне проще Позвонить Кстати Привычку Видишь Опять Уже Все Опять Ушло Как Был Твейджер Ты мог С Твейджера Не Звонить Какому-то Оператору Чтобы Передать Текст А мог Сам Набрать Это Уже Твейджер А Я не Знал Это Не Я не Знал Это Скажу Больше Мобильный Телефон Он Сам По себе Стоил Очень Дорого А Считаться За Телефон По Тех Временам Я Скажу Если Зарплата Так Нормальная Зарплата Работника На Фирме Была 300 Долларов Плюс Минус Это Ну Такая Нормальная То То Счета За Телефон Были Полторы Две Тысячи Долго Когда человек Шел Была Nokia Я не помню Какая Была Nokia Она реально была Такая У тебя был Такой Чемодан Такой Если бросил Убил сразу Там трубка была И люди Такие В хороших костюмах Не в малиновых пиджаках В хороших костюмах Хороших галстук Как они ходили Так гордо Просто С ним Там Телефон GPS Ага Да Там были кнопки И батарея И по нему Можно было Говорить И он Стоил Столько Скажи У меня была Одна ситуация Там надо было Быстренько Добраться Водитель Со мной Еще Не приехал И я ехал В автобусе И когда у меня Зазвонил Телефон И два пейджера Одновременно Я думал Меня сейчас В этом автобусе Убьют Просто Вот просто Что это Человек Делает в этом автобусе Понимаешь Там Не ящик У меня был Ты что У меня был Бенефон Дельта Как сейчас Под дерево Ооо Ты что Это уже Маленький Это уже Маленький Ты что Тогда Формата GSM Еще Забыть Когда Выезжали В Европу И там Дети с мобильными Телефонами Да что Сколько Не платят Оказывается Все Не так И дорого Вот Но сам Факт Ну это Экскурсия Туда Извини Я закончил Я Пошел Обучение Меня Посадили Старшим Кассиром Сразу Вводить Все обменники Считать Кассу Рассчитывать Туда Всю Эту Фигню Потом Я дал Пару Советов По Поводу Что Покупать Чего не Покупать И Как Быть 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 Быстрее Все Было Ну Хорошо Пойдешь Сиди Здесь Вот тебе Зам Вот тебе Четыре Телевизора Вот тебе Интернет То есть Если Вы Делаете Стартап И У вас Есть Хорошая Идея Которая Принесет Денег К этому Стартапу Вы Можете Более Менее Объяснить То Берите И действуйте Возможно Вам Дадут Кабинет Зам Интернет Почему Нет Вот И все Вот так Я Так Стал У меня Первая Запись Трудовой Книжки Я думаю Вы Даже Не знаете Что Это Такое У меня Есть И там Написано Зам Начальником Полютного Отдела Когда Потом Как-то У меня Было Так Что В Трудовую Как-то Записывали Директор Генеральный Директор Дальше Уже Свои Бизнесы Так Стой У нас Маленькая Эти Борода Да Маленькая Эти Борода Вот У нас Ну Для Эти Я Не знаю Там Или Нет Пускай Он Лучше Скажет Что Игорь Делает Сегодня В Айти Нет Ты у меня Спрашиваешь У него Я не знаю Что Могу Игорь Мне кажется Он работает Бизнес Аналитиком Сейчас Ну Давай Тогда И уже Я Расскажу Как Я Вообще Туда Попал Это Первый Мой Опыт Связи С Айти Пришел Сказал А что Такой Бизнес Не Взлетит Ну Почему Потому Что Тебе Надо Это 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 Плюс Гарантии Людям И так Далее 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 Ты сразу Делая Биржу Какую-то Ты сразу Что Ты сразу Между С собой Начинаешь Вводить СТО В драку У них рынок Устроен Совсем Не так У них Есть Постоянные Клиенты И Постоянные Клиенты К ним Ездят То есть Сарафанное Радио Там Работает Четко Поэтому Граждане Мастера Как жили Так и Будут жить Хорошие Те Которые Ну Те До Свидания То есть У нас Маленькая Страна Мы Не Москва Нас Чуть Чуть Меньше В два Раза Чем В Москве Срегистрированные Жители Поэтому Ну Не 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 Резон В Минске Еще Много СТО А По Периферии Ну Там Все Вообще Труб У меня была идея Идея гениальная Всем делюсь У него Других Нет Подтверждаю Все хотят сделать Стартап Смотрите Ребят Делайте Очень Просто Есть Поликлиника У вас там Есть Книжка С болезнями У всех есть болезни У всех есть Толстенная Книжка С красненьким Корешком Так вот Была идея Сделалась Такой же Только Для Машин Да Машинка Заболела У тебя Опа Запись Ты Опа Поехал К нужному Доктору Доктор Полечил Вот И когда Ты продаешь Машинку У тебя Есть Вот Записная Книжка Что с ней Было И ты Прям Доверяешь На 100% Что Так И было Такая Вот У тебя Гениальная Да Ну В принципе Так Работает В Германии Уже Давным Давно По всей Европе Ну там На законодательном Уровне То есть Ну Здесь бы Поменяли закон И сразу Было Сначала В ГОС Не Сначала Надо Подпилить Чуть Потом Надо Подойти Сказать А вот Оно Все такие Классно Какая Доля Говоришь Какая доля Закон Пошел Все хорошо Ну тут Два Варианта Или тебя Перекупят Ну или Закон Не пройдет Не суть С CRM Ты в одном из выпусков Говорил Что вы там Делали CRM Что могли сократить Кучу людей Представишь Сколько бы у меня Под окном СТОшников Стояло А у них есть Не родной Не родной Не 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 Они все Просто Ждали на дороге Просто И каждый бы Откручивал По гайке И в конце концов Ты бы узнал Как быстро Исчезает Автомобиль На дороге И нет Ну вот Не суть Не взлетело Короче Ну потому что Сама Бизнес Идея И о чем Я всегда Говорю Что Когда И с Егором Разговарив И разговарив Вообще О IT Философии То есть Что Вот Сейчас Придет Искусственный Интеллект И все Пипец И всем И всем Все IT Может Только одно Как Компьютер Компьютер Только складывает Все Он больше И все Больше ничего Не делает Он только складывает Все Это калькулятор Большой Калькулятор Все остальное Что ты ему говоришь Что он и делает Ни больше Ни меньше Компьютер Не может Ошибаться Потому что Это ты Ошибаешься Тоже самое На искусственной Интеллект Я ремарку Ставлю И квантовый Компьютер Который Может Ошибаться Потому что Там Работа С плавающей Запятой Иногда Он ошибается Есть Работа Над ошибкой Есть Настоящий Квантовый Компьютер Да Настоящий Квантовый Прям Настоящий Квантовый Ну Все Говорят Что Он Есть Но Как То Смотрю По Бирже Еще Нифига Не Работает Не Он Квантовый На Малое Количество Кубитов Ну Конечно Идея Чтобы У тебя Было Больше 100 Реальных Кубитов Это Уже Так Типа Ну Ну Это Хорошо Но Все Равно Очень Дорого Но Все Равно Прямо Пишут Люди И Они Могут Только Что Они Могут Только Автоматизировать Процесс Он Не Создает Процесс Он Автоматизирует Процесс Не Больше Не Нет Нет Процесс Нет Автоматизации А Процесс Создает Кто Человек Он Создает Процесс Любой Бизнес Стартап Это Не Стартап Это Бизнес Это Дело Это Процесс Выстраиваешь Процесс Ты Можешь Автоматизировать Ты Видишь Процесс Который Тебя Не Устраивает Ты Видишь Процесс Который Ты Можешь Изменить Ты под этот процесс делаешь какую-то программу софт сайт что угодно тебя появляются новые технологии какие-то они просто так не берутся там посидел человек пойду придумал новый язык там все придумал подожди посидел кучок подумал пойду придумываю фейсбук вот придумал и как бы успешно но у него уже было для этого я вот эту вот вот эти вот эти вещи объяснили объясняю айтишников вот и чуть-чуть их приземляю говорю что ребята пока вы не не будете жрать и исправлять естественные нужды в интернете то повара уборщицы слесаря и многие 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 специальности кассирши в этом магазине они будут вам именно нужны и вы от них никуда не избавиться это я делаю плюс я разговариваю с заказчиками когда они появляются и перевожу заказчиком то что они хотят получить они мне рассказывают а я вам объясняю что они в конце концов получит не всегда получается я складываю это у себя эти два два пятью пять голове перерабатываю объясняю айтишникам программистам спрашиваю у них а как вы на это смотрите мягко фигня заказчику это очень сложно объясню 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 никакого злого умысла я просто перевожу их язык для заказчика как только чем громче кричат фигня тем дольше это стандартная ситуация за два года усвоил четко два дня сразу x3 три дня плюс-минус и там там может там потом еще подработан но уже что-то можно будет показать это как правило из трех проектов которые мы делали все заказчики довольны простите сотрудник в айтишной компании я да я я скорее всего независимый консультант то есть у нас такая плавающая команда у нас есть весь набор но нет постоянного портфеля заказа вот мы собрали все на один стартап на хайпе у нас есть тут у нас есть криптовалюта ну у меня опыт жизни в беларуси большой он сказал ты что там знаешь беларуси живу ты понимаешь мы сделали самое прикольное самое прикольное что мы его сделали скажу так для затратки мы сделали нас банк наоборот и это пока все но мы сделали ему на моему по сделали едите но кое-как работы это реально на круче это идея сама проще но вот реально круче то есть намного все 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 проще намного все дешевле то есть намного но не хватило денег чтобы нам у нас есть слегка барьер по объему финансов то есть есть порог выхождения на этот рынок мы пока на него собираем чтобы этот порог перепрыгнуть за миллионы долларов да поэтому мне не мы вы про нее то есть догадывались но это до этого еще не было типа там где твои любимые 5 миллионов долларов но ты понимаешь в чем вопрос что как тебе сказать при всем притом да то есть ну если бы я был известен пойти если бы я лет двадцать назад начал этим заниматься да подожди наверное пришел тебя тебя волос не должно было быть по поводу на голове у меня не было нормального возраста что 20 лет назад было два года мне было красавица так думаешь в чем вопрос тогда бы я мог прийти к кому-то сказать что мы сделали вот такую вот фигню вот такая вот бизнес модель то есть это даже не стартап какой-то ноу-хау бизнес реальный бизнес с реальной бизнес моделью к который подходит под некоторые определенные законодательные зоны то есть работать и тогда не следа а тут приходит человек который как помнишь кто-то был у нас первый крипто революционер у него был целый шиномонтаж там типа ойдом крипто там мутные люди были врачи там крикера даже но я скажу тебе так что многие мои знакомые то есть не хватает знакомых на разных уровнях в разных секторах если таки не может такого быть и показывать ну да ну а как объясняешь так не будет работать еще раз объясняешь схему показываешь ну чуть-чуть плоское мышление у нас банк нас банк набор объяснять недолго но не по теме вот и после этого соврал команда какая-то вот когда этот был вот хайп этот весь то есть все было спрогнозировано то есть мне было интересно то есть как егор оценит команду работу команды ну и мне было интересно потому что ну в принципе у меня команд я собирал довольно таки много разных то есть но не не айтишных мне было интересно тем более был скажем так в творческом отпуске то есть было уже отдыхала от дел минувших вот он меня вытащил ну ладно давай прикольно посмотрим то есть мне были интересны его оценки работы команды как она сможет работать не сможет работать он в то время рвался уже по управлять она снизу всегда кажется что там народ ни хера не делает вообще я такой заходил эту компанию какую-нибудь айтишную или там на работу к себе и такой были окута херню моемся вот там эти чуваки нам требования скидывать такой пуля пацаны у нас там у нас у нас проблема вот то что вы нам кидаете это вот вообще ничего это ни о чем вот у нас реально и косяк нужен рефакторинг пацаны рефакторинг там такое говно и по стандарту написано я на той скрипте и очень ой и мысль я сейчас быстренько должен сказать жене что я Мы записали четвертое интервью, пишем сейчас? Да. Алло, Зайка, привет. Пишем четвертое интервью, осталось минут 15, и я перезвоню, как сяду в такси сразу. Все, давай, пока, в какой-нибудь очке. Вы еще у меня есть, пока. Димыч, на них тоже места нет, надо что удалить. Блин. Да, быстро перекинем, скинем. А нет, здесь есть то, что я скидываю интервью. Смотри, только неправильно. Я это уже монтировал. Мы остановились на управленцах, они там нифига не делают, что-то вид, взгляд снизу. Мне было интересно, как он там себя наверху, хотя бы в этой маленькой пирамидке и сам себя почувствует. И что началось, вот это была моя цель. Потому что по опыту знаю. Я посмотрел, как пришли люди, с какими интересами они сошли на хайпе в эту технику. И подождал ровненько пять встреч, когда начали дитили деньги, которых еще нет, еще ничего не написано. Но все уже начали покупать машины, квартиры. То есть думаем, ну в общем, еще полгода мы попилим. Потом все так мягко поругаются, обидятся. Но самое главное у меня вот. Мне надо было, чтобы человек почувствовал себя и сказал те слова, которые он слышал всегда от начальства. Чтобы он сказал. Вы ни хера не делаете. Вот когда он это сказал, я понял все. Эксперимент удался. То есть не зря прошли эти полгода. Но самое интересное, что он потом все плюнул. Вот это вот. Вот это вот. Если бы он не плюнул, то я бы сказал, что IT это фигня. Один сам лично сел и сцепилил офигительную прилавку. То, что я от него хотел. Про, держись давай. То, что я от него хотел. У нас рабочий прототип, реально рабочий прототип. И к нему уже сейчас можно наворачивать все, что хочет. Теперь у меня. Вах. Вот. И дальше, так как у нас это отработало в стол, надо было чуть-чуть пожить. Вот он меня подбросил, так сказать. Точнее он взял один проект. Работу. Ну, ему это не проблема. И начал зашиваться. Ну, и так или нет. Я говорю, я, кстати, приезжаю, блин, надо. Ну, я понимаю, что он начинает ко мне приезжать каждый день. Потом на весь день. Потом на весь день, на всю ночь, на весь день, на всю ночь. И я понимаю, что, блин, я не успеваю заниматься своими делами. Говорю, родной, наверное, это уже стоит денег. Говорю, а я с ним разговариваю, собираю бук. Это не только у него. То есть, я папа команду. То есть, я аналитик. Проект менеджер. Потому что, говорю, так, даже с заказчиком, говорю, так работает не будет, потому что у себя процесс сразу вон там, вон там, вон там влазит. Нет, у меня так работает. Круто, у меня так не работает, иначе бы ты к нам не пришел. Да. Ну, да, да. Окей. Вот. То есть, перерабатываешь требования заказчика. Объясняй. Тиши мыслать им становится проще, легче. Они тратят меньше времени на разработку. Всегда есть у кого что спросить, не касающимся. И даже по вопросам таким банальным, да, там, откуда, что, чего прицепить, да. То есть, у нас здесь, там, у меня этот объект связан с этим объектом, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, все понятно. Говорит, а у тебя есть какой-нибудь ID? Есть. Так ты зайди, цепани. Точно. И пошел работать. Ну, реально, потому что, ну, я понимаю эту работу, я ее увидел. То есть, действительно, дебилизм полнейший. Сидишь, вот, паришь, там, запятую поставил, и потом ее три дня ищешь. Понимаешь? Почему? Должно работать, и не работаю. Она там запятая стоит, их охочить не может, понимаешь? Она тебя ждет. Все. То есть, да, мозги, ну, высушиваются, иногда задают абсолютно дебильные вопросы, на которые вчера он доказывал ответ, понимаешь? Он, вчера, уже отвечал на него, а сегодня он его опять задает. Все понятно. И моя задача, как я ее вижу, это собрать у них компьютера, поскладывать. Чай, водки, виски, коньяка, показать девочку, чтобы у них просто мозги селикают. Катриал, альдел, чик. Перегрузились, все нормально, новый экран чисто, все протерто. Вперед, пацаны, дальше. Поговорили, пообщались. Ну, это еще опыт со старой работы, то есть, коллектив нужно не только сплачивать, но и спаяться. Во всех смыслах этого слова. Золотые цитаты. Слушай, я просто хочу срезюмировать. То есть, вот если сравнивать с твой вот этот веселый опыт 90-х и вот то, что сейчас происходит в IT, то где веселее? Ну, давай так, зарплаты у вас меньше. Ну, реально. Ни о чем. Ответственности, ответственности там было намного больше. Здесь, ну, легко, реально. То есть, ну, не скажу, что просто совсем, но намного легче, меньше ответственности. Реально нам меньше ответственности. Ну, и по деньгам тоже тут попроще. То есть, ну, а почему нет? Да, то есть, ну, это на твоем, на моем уровне, может, там, прокопение дня и плюс там, ну, там, походу, другие ценники. Ну, плюс-минус, а-ля 90-е, плюс-минус, там все то же самое. Вот, поэтому, скажем так. У тебя есть три вопроса. Ты злой полицейский, должен спросить три вопроса. Что сейчас тебе деньги приносят? Где ты сейчас, откуда ты получаешь монетку? Из какого-то партнерства в каком-то компании или просто аутсорс? У меня есть айтишники, я так и говорю, айтишники меня кормят. У меня есть пару физических... Почему они тебя кормят? Ты им помогаешь вот этим... Ну, да, да, да. То есть, я их кормлю физически, они меня кормят деньгами. То есть, я для них такой умный, классный бармен. Да, то есть, они попросили поесть, и я им дал еще пару таких хороших советов. То есть, вот так вот. Ну, это так. Айтишники со своим продуктом или аутсорсовая компания? Аутсорс, аутсорс. Есть свой стартап в реальном бизнесе. То есть, он вялого текущего, он разбивается. То есть, пока не готов его масштабировать, но потихонечку идет. Ну, и плюс консультации, опять-таки, финансы никто не отменял. Ну, как этот говорит Черняк на своих комментариях интервью, давай определимся со статусом. С нами говорит сейчас Игорь Би-А? Бизнес-аналитик. Бизнес-аналитик? Наверное, то есть, аналитик – это неотъемлемая часть любого бизнеса. То есть, я понял, что в IT-бизнес-аналитик, к бизнесу это не имеет никакого отношения. А вот я, честно говоря, до сих пор доказал ответ. А я понял, что они просто, знаешь, это как секретарь. Вот бизнес-аналитик – это а-ля секретарь. Он просто конспектирует то, что все придумывали. Ну, у нас так не работает. Блин, а если нас смотрят бизнес-аналитики взрослые, они обидятся. Ну, они могут обидеться, они могут прийти и рассказать, чем они вообще занимаются. Ну, потому что я спрашивал у многих. Мне говорят, вот это крутой бизнес-аналитик, чем ты занимаешься. Он такой, ну, я анализирую, что ты анализируешь. Бизнес-аналитик. Как ты его анализируешь. То есть, для меня бизнес-аналитик – это действительно аналитик, который смотрит на бизнес. Видит его слабые стороны, сильные стороны, где проблема с логистикой, в чем-то. Не именно с передвижением товара или денег. А как идет коммуникация, то есть, правильно она идет, неправильно идет и так далее. Просто там очень большой комплекс вопросов. И как этот бизнес сделать лучше, как его сделать мощнее и так далее. Поэтому подумать, что ему надо, надо ли ему расширяться или, наоборот, схлопываться. В IT-бизнес-аналитик. Хорошо. Не знаю. Я вспомнил тоже Черняка, он тоже любит спрашивать вопрос, посоветует книжки нашим зрителям. Вообще, давай. Есть, 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 есть одна фигня. Вот недавно в Инстаграме запустилась библиотечка. Там можно взять разные книжки, причем редкие, кстати. Не скину, найди, скинь на них ссылку. Да, там очень много книжек для айтишников, для менеджеров, которые хотят из IT. И очень много, ну, вообще для развития такого. Не, так я посоветую книжки. Читайте классику, ребята. Реально. Почитайте, не, Война и мир фигня. Читайте Бальзака. Бальзака, почитайте, почитайте. Эту классику бизнеса. Не, не интересно. Поверь, у Бальзака ты прочитай его биографию, и ты поймешь, почему он не закончил в бедности и жил в бедности. С его энергией, с его талантом. Он, кстати, один из первых, кто создал вообще свой мир. То есть его книги – это целый мир. Весь. То есть у него есть с одного произведения, в другое все персонажи связаны. И почему по тем временам даже, вы сами ответите на вопрос. Окей, смотри, ну это личностная такая движухо-человеческая. Там все-таки айтишники, в айтишники, которые хотят войти. Конкретно ты со своей колокольной, со своего опыта. Вот, что последующим ребятам? Они совсем не айтишники. И вот ты пришел с другого мира как-то плавно сюда. Семь раз подумать. Нужно ли вообще IT? Нужно ли вообще IT? И что и что такое IT? Да, то есть мне для моих многих подсчетов хватает Excel. Но я имею, умею им пользоваться. То есть у меня проблем не составляет это сделать. Кстати, да, я могу узнать все, что угодно. Я знаю айтишников, у которых перед апрелем они служат американские компании. Там же глобальные финансовые, ЦРМ-ки у них там все это работает. Они делают отчеты. Зачем тебе ЦРМ-кость? Ты каждый раз делаешь отчет по-другому. Да, да, да. Дебилин. Не, я понимаю, что они создают рабочие места и видимость работы. Да, 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 с балончиками. Ну, блин, я понимаю, что у меня будет громадная Excel-ка. Но они у меня такие и были, в принципе. Но все сводится к конечному итогу, к трем-пяти сводным таблицам и к двум цифрам, по которым я вижу, у меня все хорошо или у меня все плохо. Можно я одного крутого человека рекламировать? Конечно. Если вы посмотрите на ютубе ролик, как некоторый Егор Малькович Малькович учит, как сделать сайты на гугл, на таблицах, то вы никогда не будете гугл этими евангелистами, табличными, Excel-бьюнами. Табличный разработчик. Табличный разработчик. Щит-девелопер. Ссылка в описании. Очень интересный доклад. Посмотрите обязательно. Да, и, кстати, у меня Егор говорит, я не понимаю, что ты хочешь. Нарисуй мне. В чем тебе нарисовать? Да в чем угодно. Я открываю PowerPoint и понимаю, что не ко мне. Да хоть Excel-бьюн рисую. Точно. Скидываю на форму. У меня дизайнер Excel-бьюн рисовал. Форму ему скидываю, так она еще кликабельная. Слушай, Егор, ну смотри, я просто, ко мне приходит много людей, взрослых, которые идут в IT-шную сферу от отчаяния. То есть они не могут, ну, в принципе, зарабатывать в обычном мире. Это, ну, IT-шная сфера позволяет без особых сильных напрягов, точнее, как без рисков. То есть ты гарантированно будешь зарабатывать. То есть гарантированно. Вот получается, вот чем классно эти. То есть ты не рискуешь вообще ничем. Ты гарантированно будешь идти вверх, вверх, вверх. Кто-то будет более быстрыми шагами, кто-то более медленными. А вот в обычном, то есть а где в обычном мире он у нас себя раскрыт? Ты бизнесом занимался? Ты знаешь, у меня есть, по моему возрасту, да, у меня есть знакомые, которые занимаются IT еще до датакомов. Я помню, как у них была большая проблема, да. То есть потом, после того, как лопнулись датакомы, да, то есть у них была большая проблема. Очень большая проблема. Это вот только вот эти вот хайпы новые и такой толчок и плюс появление новых технологий, да. То есть это опять-таки не будет продолжаться вечно. То есть все всегда идет. Всегда это и стоит, это доказывает историю, это доказывает физика, это доказывает математика. То есть к примеру этому масса, да. То есть, и скажем так, зарабатывать деньги, да, то есть я знаю строителей, которые зарабатывают, поверь мне, очень нехило. И они работают по 8 часов в день. И поверь мне, и заставить их переработать... Но это надо уметь крутиться и вертеться. Нет, он приходит на работу, он работает на работе. Он работает 8 часов. Экспертности какой-то достиг там определенной... Он просто мастер, он просто мастер, он делал логичный, быстро, ему платят за объем и за качество. Он делает объем и качество. Это можно измерить. Понимаешь, войти большая проблема, я думал, почему возникают такие управленческие вопросы. А как измерить его работу? Лев в джире тики там. Я тебя умоляю. Ну давай так, да, то есть есть некий Лев Толстой. Он нафигачил книжку. Вот, а теперь представь, что он ее нафигачил 2 года. Теперь мы делаем эту книжку проектом, да. То есть и Лев Толстой, это не как мы его сейчас знаем, граф Лев Толстой, там, да. А это просто Лева такой Толстой, который умеет писать. И просто какую-то фигню пишет. Вопрос. Эти два ухода, как ты будешь оценивать, что он вообще сделает? Ну реально, вот постранично, побуквенно. Ну тогда он будет, если ты будешь его постранично читать, он будет писать вот таким шрифтом. Нет, я с тобой поспорю. Ты ведешь абстрактную переменную и скажешь, вот эти все буквы, мы же не меряемся буквами. Мы меряем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.